Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. В следующем году Грушинский фестиваль будет юбилейным. Ему исполнится 45 лет. Впрочем, и в этом он был посвящен круглой дате, 50-летию подвига Валерия Грушина. О том, чем запомнился нынешний 44-й и чем живет Грушинский от фестиваля до фестиваля, будем говорить с президентом клуба имени Валерия Грушина Борисом Кельманом. Здравствуйте, Борис Рафаилович! Очень приятно вас видеть. И хотелось бы у вас личное впечатление. Какой осадок душевный у вас остался после прошедшего уже фестиваля? Вот что на сегодняшний день, уже наступила осень, осталось в душе? Чем он был интересен? В душе осталось очень светлое какое-то ощущение, потому что невозможно перечислить, сколько людей подходили и искренне благодарили. Это был великий праздник. Спасибо вам большое. И сколько добрых слов они сказали. У нас есть вот такая толстенная книга, где мы собираем впечатления, пожелания людей, кто туда приехал. Эта книга уже переполнена такими добрыми словами, что вообще хочется петь, хочется радовать. Это так и было. Вот понимаете, Грушинский, он ведь прекратен не только замечательными песнями. Песни в конце концов можно и в интернете все эти найти. А атмосферы, непередаваемая атмосфера. И она из года в год такой же сохраняется. Или все-таки что-то меняется? Даже, по-моему, кто-то сказал, что в этом году на фестивале не было Олег Митяев. Было меньше случайных людей. Это о чем идет речь? Это речь идет вот о чем. Что сейчас, в эпоху интернета, когда можно все это увидеть и услышать, сюда действительно идут люди, которым хочется окунуться в эту атмосферу, которых интересует именно специфика авторской песни. Раньше ведь люди ехали сюда, ну просто вот как-то попраздновать. Сейчас таких нет. Вот к великому нашему сожалению, раньше там нередко можно было увидеть выпивших людей. Можно было услышать иногда ненормативную лекцию. Сейчас этого нет. Вот мы просто с великой радостью ощущаем, что растет интеллектуальный уровень участников. Ой, как это важно. И еще что интересно. Там вот вся эта фестивальная дорога сейчас заполнена детскими колясками. Да. Молодые родители ведут своих детей. А там есть поющая детская республика, где этих тысячи детей. Они так играют, так поют. Они с детства уже окунаются в этот мир. Никогда не забуду. Как я иду по поляне навстречу, мне идет молодой парень, за руку один ребенок, за руку второй, а третий маленький, сам сидит на шее. Я его спрашиваю. А ты какой раз? А, который идет. Спрашиваю. Какой раз? Он говорит. Я четвертый. А тебе сколько лет? Три года. Вот так. Как так? Он говорит, а первый раз я пришел сюда у мамы в животе. Вот так вот, надо же. Понимаете, то есть это... Вот мне иногда говорят, ну что это за Грушинский фестиваль? Здесь очень много пожилых людей. Я говорю, ребят, как вы не понимаете, что эти пожилые люди полвека назад пришли сюда молодыми мальчишками и девчонками, полюбили это, окунулись в эту атмосферу, не хотят с ней прощаться, привели сюда своих детей, своих внуков. Это самый большой в мире, я думаю, семейный праздник. А что касается поющей молодежи, исполнителей авторской песни, слышала тоже замечание, что их немного. Как вы к этому относитесь? Или это может быть нормально? Молодой человек еще не накопил вот такого жизненного опыта, чтобы это все выплескивать, распространять, делиться. Ой, вы знаете что? Вообще сейчас появляется очень много интересных людей. У нас есть такая программа, вот она проходит всегда теперь на Зимнем Грушинском, называется «Новая волна». То есть появляются очень яркие молодежи, но они другие. Другие, вот что важно. И несколько, иногда это как-то... А может им не надо быть такими же? А и надо, потому что жизнь меняется. Ведь Грушинский все это срез нашей жизни. Жизнь меняется, и естественно, и творчество это должно отражаться. А молодежь какие темы поднимает в своем творчестве? Вот тоже интересно. Если говорить, что это срез нашего общества, нашей жизни, о чем они поют? Вот что их привлекает? И они что хотят донести? Знаете, они поют о жизни. О жизни все-таки, конечно. Обо всем, что происходит. Но Грушинский фестиваль, вот к нашему счастью, он вне политики. Об этом не говорят. Но это мы и слышим каждый день. Да, да, да. Ну, сколько можно? А здесь говорят о каких-то душевных моментах в жизни человека. Вот, например, конечно, великим событием на Грушинском фестивале было то, что его посчитал своим родным домом Евгений Евтушенко и бесконечно приезжал. Как все слушали его стихи и делились с ним своими стихами. То есть вот поэзия, она очень близка людям, которые сюда приезжают. Это очень здорово. Да. И в то же время Александр Городницкий сказал, что эту составляющую поэтическую, чуть не оговорилась, политическую, нужно расширить. И даже в жюри вести поэта, кроме него. Что происходит? Почему вот это так ценно? Вы знаете, он абсолютно прав. Дело в том, что сейчас уже официально Грушинский фестиваль песни и поэзии. И там очень много интересных поэтов. Очень много ярких, талантливых. И надо им давать слово обязательно. А среди самарских кого вы могли бы сегодня назвать как ярких исполнителей, колоритных, наполненных, содержательных, которые несут что-то такое? Ну, допустим, вот я могу вам привести такой пример. Когда Евгений Евтушенко приехал в один из своих приездах в Самару, ему министр культуры Рыбакова, тогда была Ольга Васильевна, подарила ему типу книг самарских поэтов. И я был поражен, что он все это внимательнейшим образом прочитал. И на следующий день мне звонит и говорит, Борис Рафаилович, ты знаешь, я нашел гениального поэта в Самаре, зовут его Евгения Чапурных, вы обязательно должны его пригласить. Я почитал его стихи, прекрасные. То же самое было с Михаилом Онищенко. Я не знал, что такой прекрасный поэт живет в Самаре. Даже у вас открытие, что говорить о гостях и тех, кто приезжает. И очень много сейчас молодых, интересных, ярких ребят. Много каких-то вот интересных сейчас творческих коллективов. А что должно остаться неизменным? Вот вы говорите атмосфера. А что все-таки может меняться со временем? Что вы можете допустить, что может измениться в фестивале? Ну, изменяется... Как изменяется жизнь, соответственно. Отражение жизни, оно же такое. Как меняется жизнь? Вот мы сейчас говорим, что гаджеты заполонили нашу жизнь. Там тоже вот на фестивале допускается, что вот сидит, исполнитель поет, а кто-то сидит в своем гаджете. Есть такое? Ну, мы же не будем называть милицию, сказать, уберите у него. Ну, есть такое. Вот меняется картинка даже, да? Ну, вы знаете, что там нет засилий гаджетов. Там люди открывают рот, слушают, что происходит. Не до этого. Вы посмотрите многочисленные фотографии с фестиваля, фестивальные горы, все вы редко увидите там. Да, а давайте, кстати, посмотрим ролик, который вы нам любезно предоставили и окунемся в эту атмосферу. Ну, давайте, я с удовольствием еще раз окунемся. Сломалась будильник и времени, крупкая ось. Судеть перестал на стене отрывной календарь. Ты поздно и зимой проморозила землю насквозь. И кажется, что не закончится этот январь. Но тронется лед межпланетный и в снежной пыли. Земля повернется в светилу круглой стороной. И вновь на возвышенной средней русской земли. Светятся озявшие люди сквозь дождик слепой. Ой, кострами согретый остров, неси нас морем в пустырь скитаний. И пусть туман обнимает остров, торчащий остров былых мечтаний. Напомнится воздух по зонам самарской грозы. Петра раскачают люцерну в полях и полы. Петра раскачают люцерну в полях. И запахи все возвратятся, и прошлого дым. Насквозь пропитает июльскую эту теплынь. В бой кострами согретый остров, неси нас морем в пустырь скитаний. И пусть туман обнимает остров, торчащий остров былых мечтаний. Насквозь пропитает июльская земля. Ну, она создается новой мечтаний. Аплодисменты. Светятся новую мечту. И тучи вплывают в рассвет И тихо вздыхают, нахмурившись рябью Резали нас в море, усты и снегань И завтрашний день проступает, а нас уже нет И только лесит над поляной туман, но пока Ой, кострами согретый остров Неси нас в море, в пустых снегань И пусть туман обнимает дождь, как чаще Остров плывых мечтаний Бой, кострами согретый остров Неси нас в море, в пустых снегань И пусть туман обнимает остров Торчащий остров плывых мечтаний Редактор субтитров А.Семкин Лирики и романтики собираются И чувствуется действительно эта атмосфера Вот эта, которая наполнена Люди же определяют А мне хотелось бы узнать Когда закончится фестиваль Что происходит? Не заканчивается ли жизнь Грушинской деятельности? Наоборот, она только начинается Когда он заканчивается? Во-первых, он заканчивается Совершенно потрясающим путешествием По нашей родной Волге Это жигулевская кругосветка Есть такой маршрут великолепный Где мы показываем нашим верным друзьям Нашу главную красоту, нашу гордость Волгу, жигули Это 10 дней счастья Причем и дети маленькие идут Там и все они Это очень здорово А потом все расходятся по походам По самым разным Страна-то необъятна Одни идут в горы Другие несутся по рекам Там и так далее, и так далее А потом вот сейчас Ну что у нас в ближайшее время будет? Значит В этом году Как и всегда Мы празднуем день рождения На каменной чаше Это такое есть священное место В жигулях Где прошел первый Грушинский фестиваль Как мы его нашли? Вы знаете, мы ходили по жигулям И вот мы увидели Такую пещеру в горе На склоне горы И кто-то пришел туда Поднялись туда с гитарой Стали петь И вокруг было слышно Как будто бы Это какие-то установлены Специальные мощности Акустика такая Родная необычная Евгений, а давайте вот здесь Мы давно думали, что надо Устраивать посвящение Валерии Грушину Что-то такое И вот нашлось это место И вот там был первый Грушинский фестиваль И с тех пор Каждый год В этот день Мы туда приходим Вот в этом году Мы придем туда На каменную чашу 23-24 сентября А к вам можно как-то присоединить? Конечно Сесть Наомик Так Который идет до Ширяева И дальше там по дороге Или до следующей пристани Богатырь Там через перевал Это для более Кто захочет Маршрут определяет Каменная чашу В интернете все это написано Пожалуйста, приезжайте Попоем в этой пещере Посидим у костра Повспоминаем Причем приходят люди Которые были первый раз И их дети И их внуки Уже Это очень трогательный праздник Необыкновенный Вот такая вот будет история Потом Дальше что? Вот 5 октября В Дворце культуры В Доме культуры Заря Будет творческий вечер Самарских бардов Потому что вот все говорят Да что ж такое? Вот в Самару приезжают все люди Там из всех разных городов Из стран Знаменитых А у нас что, своих нет? Да есть свои прекрасные Вот чтобы в этом убедиться Приглашаем всех 5 октября В ДК Заря А потом Что еще будет интересного? Значит 16 октября Вот у нас есть такая традиция Поскольку Грушинский фестиваль Собирает людей Не только из России Практически нет ни одного города Откуда бы ни приехали Мы сначала пытались Что-то регистрируть Записывать Поняли Это все бесполезно Ну отовсюду Ну и приезжают Из очень многих стран Устанавливаются какие-то Добрые совершенно связи Интересные Яркие И вот об этом мы рассказываем Каждый год У нас в октябре Бывает творческий отчет Об этом В Культурном центре Министерства иностранных дел Понятно Потому что в конце ролика Был земной шар И я думаю Ну как это вот Вроде бы фестиваль-то здесь А тут вдруг земной шар А теперь понятно Почему? Конечно Вот а можно поподробнее Министерство иностранных дел Это очень такая И даже Сергей Викторович Лавров По возможности А что там вы делаете? Как связано с ручками? Рассказываем О наших международных связях О том Какие гости там приезжают Что там происходит Поем любимые песни Вместе со всем залом Это все очень здорово Конечно Знаете я Ну интересно можно Об этом рассказывать Я помню как Туда Приезжал На этот праздник Приехал На эту встречу Приехал Евгений Евтушенко И я поразился Когда он вышел на сцену Он стал рассказывать Что в этом году Я выступал В 90 странах Я посетил там Какие-то самые знаменитые Места планет Все прочее Я думаю Зачем он это все говорит Ну окончил он так Он сказал Но главное мое выступление Будет в этом году На Грушинском фестивале Он конечно Огромный вклад Внес в Грушинский фестиваль В творческое развитие Безумно жалко Что больше он не приедет И у вас были такие личные Дружеские отношения Сколько лет вы общались Да Сколько людей Сколько Я И он был поражен Вот сейчас Понимаете Вроде бы Зреет такое Ощущение у людей Что поэзия отдаляется От людей Что все это уже Не так актуально Не так интересно И он приехал сюда И он нашел место На нашей планете Где Поэзия Это Это что-то Ради этого сюда все едут И вот Мы с ним Я по-моему Идем с ним По дорожкам По фестивалям Подходят люди И все говорят с ним С строчками его стихов Ему это настолько было приятно И я никогда не забуду Как он вышел на гитару Стал читать свои стихи И забыл какую-то строчку И гора ему дружно подсказала Он сказал Что это был самый счастливый момент В моей жизни Где еще Такое может быть Ну там Много интересного Конечно Вот эта вот встреча Очень интересная Никогда не забуду Как по инициативе Министра иностранных дел И нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина Который кстати Очень много сделал Для того Чтобы жил и пел Грушевский Были разные времена Есть чувства Да 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 Подхлема же перед высоким начальством Это действительно так Он И мне нравится Он приезжает сюда Как обычный участник Он играет в футбол Он встречается с детьми Что-то он спрашивает Интересуется всем И вот Чего же я хотел рассказать Так Так вот с министерством иностранных дел Начали слова По инициативе министра иностранных дел И нашего губернатора Николая Ивановича Мы поехали на парусник Крузенштерн Который посланец мира Посланец доброй воли россиян во всем мире А закончил все это встречей Экспо 2015 Это в Италии было Город я уже забыл Как называется Вот И короче говоря Приехал на эту встречу с нами Огромное количество людей Я был поражен И из Италии И из Англии И из Америки И там И из Голландии И прочее Так что все не уместились Там Полиция была вообще в шоке Да что ж такое Что за толпа-то вдруг тут появилась И как они слушали Как они пели Я никогда в жизни не забуду Когда запели знаменитую фронтан А это была как раз годовщина 70-й годовщина победы И когда в честь этого Вспомнили об этом И запели Катюшу Весь зал встал Запел И заплакал Это вообще просто Я был потрясен И когда концерт кончился К нам все подбежали Обнимались Что-то дарили нам на память Там Я привез своих книг Кипы их тут же Все разобрали на память И так далее Ну Это здорово было Таких моментов было столько Таких моментов было столько Вот этого фестиваля Что люди-то Они же Люди-то Это же братья Они должны общаться Должны любить друг друга Должны вместе петь Вот в этом и суть Грушинского фестиваля Ой Понимаете? Да, это действительно прекрасно Давайте еще один фрагмент посмотрим Давайте Чтобы еще раз окунуться В это великолепное А вот фрагмент Хочу два слова сказать Эту песню Которая сейчас прозвучит Прозвучала Написал талантливейший Человек Грушинского фестиваля Замечательный поэт Автор прекрасных песен Юрий Панюшкин Тоже Которую вот к сожалению Мы недавно проводили Прощались Но песни его Нас всех переживут Они прекрасны Послушаем Пожелай мне всего на прощание Завтра утром, как к солнцу взойти Мы уйдем в кругосветное плаванье Где три дня половина пути Мы уйдем в кругосветное плаванье Где три дня половина пути Этой ночи У ночи бессонница А гитара Опять о своем Жаль, не все Что увидим Запомнится Да не все Что услышим Споем Жаль, не все Что увидим Запомнится Да не все Что услышим Споем Скоро ял На волне Закачается Он спешит И ему Не вдомек Что назад С тихой грустью Оглянется Где-то около Переволок Что назад С тихой грустью Оглянется Где-то около Переволок И замрет Капитан На мгновенье В непонятной Кому-то доске Он бы рад Повернуть До течение Слишком быстрое В Волге Реке Он бы рад Повернуть До течения Слишком быстрое В Волге Реке Но пока Есть у нас Утро раннее Да в догонку Друзей Голоса До свидания Счастливого Плавания И попутных Ветров В парусах До свидания Счастливого Плавания И попутных Ветров В парусах И попутных Ветров В парусах Какие символичные слова Прозвучали До свидания Счастливого Плавания Да Вот как это все Совпало Вы знаете У нас была встреча Вечер посвященный Ну встреча посвященная Юре Панишкину Его памяти В кинотеатре художественном Там такой зал Уютный Хороший И вот этот вечер Закончился Вот этой песни Все встали Все пели Все плакали Его все очень любили Он конечно от Бога человек Ну жизнь продолжается И следующий фестиваль Не за горами Он совпадет С таким грандиозным событием С чемпионатом мира Как будете делить Болельщиков И любителей Авторской песни Не совпадет все это Не случится Его Изменили срок С 9 по 12 августа Перенесется фестиваль Потому что Футбол Нельзя чтобы Я и подумала Как же так Тут разрываться люди Будут Это будет необыкновенный фестиваль Какой Исполняется Грушинскому фестиваль 50 лет Полвека Да Вы представляете Это невозможно Все представить Действительно Вот как летит время Да Полвека Да А что Наверное раз такое событие Это будет тоже Не менее грандиозно Наверное уже что-то Вы планируете Конечно Чтобы отметить его Как такое юбилей Ну конечно Ну соберем все лучшее Что за Вспомним все лучшее Что за этот полвека Произошло Лучшие песни Лучшие стихи Самые яркие события Ну вот это все и будет Вот кстати Вот об этом я написал книжку Она называется Планета друзей Так Вот ее презентация Будет в областной библиотеке 25-го Еще одно событие Еще одно событие На которое можно Да Потом значит что 15 ноября В этой же областной библиотеке Будет вечер Замечательного Автора туристских песен Валерия Бокова Он как-то вот Он является нашим Гениальным Человеком Который все записывает Как это называется Забыл Короче говоря Летописец Летописец Все что с нами происходит В наших необыкновенных походах Будь то Африка Будь то Атлантика И так далее Он об этом пишет Замечательные совершенно песни Вот эти песни И прозвучат 15 ноября В областной библиотеке 30 ноября Будет вообще гениальный человек Тимур Шауф Вот мы говорим о новых Вот это новое Ни на что не похожее Но яркое будет В окружном доме офицеров Всех рады будем видеть А потом Новый год Все Грушинский клуб Будет встречать В горнолыжном центре В Абзаков Где приезжает Огромное количество людей Там и Горнолыжный подъемник Шикарный И просто Таежные трассы Такие беговые Замечательные Ну И конечно каждый вечер Какие-то праздники Песни и так далее Ну а после Нового года Наверное начнется Масштабная подготовка Да Мы желаем вам Чтобы все прошло Очень хорошо Спасибо большое За то что вы делаете За то что у нас есть Этот фестиваль Что к нам едут Столько людей И открывают свои души И нам помогают Стать добрее И лучше И лучше Спасибо еще раз Спасибо вам За внимание Всего хорошего До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому